МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Снаряды, обнаруженные в районе ходоварихи, обезврежены. Ящики с боеприпасами были обнаружены на побережье Баренцева моря еще в июле этого года волонтерами. Ненецкая нефтяная компания разработала проект модернизации Нарьинмарского морского порта. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Подразделениям по вопросам миграции органов внутренних дел РФ исполнилось 300 лет с момента образования. Накануне начальник регионального управления МВД России в рамках акции «Гражданский мониторинг» проверил работу отдела по вопросам миграции в Ненецком округе. К новому учебному году готовы. Сотрудники прокуратуры Ненецкого округа, член Совета Федерации, региональные уполномоченные по правам ребенка и представители окружных департаментов проинспектировали Ненецкую школу имени Антона Пырерки. Снаряды, обнаруженные в районе Ходоварихи, обезврежены. Напомним, ящики с боеприпасами были обнаружены на побережье Баренцева моря в июле этого года волонтерами. Накануне группа с представителями Министерства обороны, правоохранительных органов и администрации Заполярного района вылетели на место обнаружения боеприпасов и провели работы по ликвидации опасных предметов. В последнее время как-то участились такие находки, особенно на побережье. Мы все помним и прошлогоднюю историю, когда из моря на побережье вынесла морскую мину, противолодочная морская мина, английская донная мина МК-17, как сейчас помню, самый настоящий большой круглый предмет с рожками, какой обычно показывают в телевизоре. Но, пользуясь случаем, еще и обращение к нашим жителям, к нашим гражданам, если вы видите какие-то подозрительные предметы, если есть подозрение, что это что-то связано с боеприпасами, со взрывчаткой, непонятные вещи, все-таки лучше не трогать, не ворочать, да, сразу сообщайте. Сообщить о найденных предметах, которые, возможно, имеют отношение к боеприпасам, необходимо либо в администрацию местного сельского совета, либо в Заполярный район, либо в правоохранительные органы. Ненецкая школа имени Пырерки к новому учебному году полностью готова. К такому выводу пришли члены рабочей группы, в составе которой сотрудники прокуратуры Ненецкого округа, член Совета Федерации, региональные уполномоченные по правам ребенка и представители окружных департаментов образования, культуры и спорта, здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Накануне они проинспектировали учебное заведение. Подробности далее. Безопасность учащихся, состояние учебных кабинетов и бытовые условия в интернате – основная цель проверки. Летом в школе провели косметические ремонты, в спортзале, на лыжной базе, в столовой учебных классов, в кабинете ненецкого языка установили лингофонное оборудование. Все ребятки учат желанием, понимают, по заявлениям родителей. А сколько таких? В четвертом классе. В примерном классе? В каждом классе, примерно, человек 9-11 есть. В интернате школы постоянно проживают 115 ребят из села округа, ученики 5-11 классов. Летом в их спальнях также был проведен ремонт, кроме того, обновлена столовая. В этом году очень много у нас закуплено для столовой, оборудование закуплено для столовой, закуплено огнетушителей. Спонсорскими средствами мы приобрели лингвистический ненецкий кабинет, который сейчас оснащается на 14 учебных мест, включая рабочее место учителя. Закуплены учебники, пособия закуплены, закуплены все рабочие тетради. Поэтому на сегодняшний день все вопросы, которые освещаются в департаменте, получаем финансирование. В принципе, вопросы все решаются. На особом контроле безопасность школьников согласно изменениям в законодательстве все учебные заведения региона должны быть оборудованы средствами антитеррористической защиты. Мы проверили сегодня, как у нас оборудована данная школа средствами защиты. В соответствии с требованиями законодательства школа закрыта. Имеется заключен договор с охранным предприятием, имеется кромко-тревожная сигнализация. Будет закуплено оборудование по контролю доступа учащихся и посторонних лиц в данную школу. Так что будем держать на контроле. Ненецкая школа всегда на особом контроле. Потому что здесь не только учатся, но и живут школьники со всего округа. Конечно же, мы посмотрели, какие созданы условия для детей-сиротцев в соответствии с 481-м постановлением. Конечно же, мы посмотрели и учебные классы. Посмотрели, какие созданы условия для детей, которые приехали из сел. В принципе, созданы комфортные условия и для учебы, и для жизни для этих детей. Есть, конечно, определенные замечания. Я думаю, что они будут все учтены. Грубых нарушений в ходе проверки комиссия не выявила. Напротив, отметила, что Ненецкая школа с каждым годом улучшает состояние материально-технической базы, что положительно сказывается на комфорте обучающихся. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ненецкая нефтяная компания разработала проект модернизации Нарьинмарского морского порта. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Предполагаемый грузооборот в результате будущей реконструкции может составить порядка 175 тысяч тонн навалочных грузов, 140 тысяч тонн генеральных и 35 тысяч тонн контейнерных грузов. Основным видом деятельности Нарьинмарского морского торгового порта является транспортная обработка, хранение грузов и погрузочно-разгрузочные работы. Причалы морского порта 30-х годов постройки изрядно поизносились, как и краны. Им уже более 40 лет. Ненецкая нефтяная компания разработала проект модернизации Нарьинмарского торгового морского порта. Сейчас этот проект проходит государственную экспертизу. После того, как он ее пройдет, мы запустим работы по модернизации. На данный момент мы своими силами помогаем порту увеличить грузооборот. Сейчас ННК оказала финансовую помощь на приобретение фронтального автомобильного погрузчика. И мы купили весы на 100 тонн для того, чтобы быстрее порт обрабатывал грузы. И, соответственно, больше был грузооборот. Через Нарьинмарский морской торговый порт проходят все грузы для строительства новых жилых домов и дорог. Это щебень, пиломатериалы, цемент, железобетонные изделия. Всего за период навигации порт принял уже более 40 судов. А общий грузооборот с начала навигации составил более 55 тысяч тонн. Сил и средств для перевалки груза в порту хватает. Сейчас, с учетом привлеченных на период навигации сотрудников, в порту трудится порядка 50 человек. В условиях короткого северного лета важно успеть создать запасы на зиму окружным предприятиям. Поэтому работа не останавливается. По сравнению с прошлым годом объем работ увеличился. Как считают в организации, этому способствует реализация региональных программ. Региональный материнский капитал будут выдавать теперь при рождении третьего и каждого последующего ребенка. С такой инициативой выступил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. В Ненецком автономном округе расширят перечень получателей регионального материнского капитала. Его по-прежнему будут получать семьи, где родился третий или последующий ребенок. Но право на получение маткапитала распространится на всех без исключения детей, начиная с третьего. В настоящее время региональный материнский капитал выплачивается однократно. То есть в семье, где маткапитал был получен при рождении, например, третьего ребенка, получить его на четвертого или любого из последующих детей нельзя. Эта мера будет распространяться также на семьи, усыновляющие третьего или последующих детей. Соответствующие поправки к закону Ненецкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были рассмотрены в пятницу 13 сентября на очередном заседании администрации Ненецкого автономного округа. Инициатива о разработке дополнительных мер поддержки семей с детьми принадлежит губернатору Ненецкого округа Александру Цибульскому. Поправки к закону Ненецкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в собрании депутатов Ненецкого округа. Предполагается, что новые меры поддержки семей с детьми начнут действовать с 1 ноября 2019 года. Размер регионального материнского капитала в Ненецком округе является самым высоким по стране и составляет более 366 тысяч рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год установлена в размере 17 тысяч 956 рублей. Соответствующий окружной закон принят на очередной сессии регионального парламента. По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергея Михайлова, прожиточный минимум пенсионера устанавливается в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, по результатам расчета величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год составила 16 тысяч 753 рубля. В возведенных правилах указано, если рассчитаны по формуле прожиточного минимума пенсионера будут ниже значения в текущем году, то минимум на следующий год устанавливается таким же, как и в текущем году. То есть величина социальной доплаты к пенсии не уменьшится, а останется прежней. В связи с этим величина прожиточного минимума пенсионера в Ненецком округе на 2020 год установлена на уровне 2019 года, то есть в размере 17 тысяч 956 рублей. Они прошли славный путь от Петровской эпохи до наших дней, неоднократно доказывали свою важную роль в реализации прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. На днях подразделения по вопросам миграции органов внутренних дел Российской Федерации исполнилось 300 лет с момента образования. Накануне начальник регионального управления МВД России Олег Яковлев совместно со своим заместителем Сергеем Сахаровым и представителем Общественного совета при МВД Ольге Кузьминой в рамках акции «Гражданский мониторинг» осуществили проверку организации работы отдела по вопросам миграции, который осуществляет свою деятельность на территории Ненецкого округа. Начальник полиции обратил внимание на закупленные подразделениям транспортер для маломобильных групп населения, с помощью которого после оформления необходимой документации для начала эксплуатации люди с ограниченными возможностями здоровья смогут самостоятельно и беспрепятственно посещать миграционную службу. Мы находимся в цокольном этаже, поэтому я думаю, что это основная проблема. Я думаю, что сейчас мы решим это для маломобильных граждан, чтобы они могли тоже к нам сюда. Пока что мы выходим из ситуации, это приглашаем, вернее, ходим к ним. Вот, выезжаем на дом. А так-то основные проблемы, ну какие есть, так я думаю, что решаем в рабочем порядке. Начальник управления акцентировал внимание на отсутствие очереди граждан за получением государственных услуг, предоставляемых отделом. Поинтересовался у посетителей о времени ожидания, доступности и качестве оказания госуслуг. Как вы сегодня оцениваете очередь? Ждали, во сколько пришли? Во сколько они могут принять вас? Как вы считаете, есть ли очередь какая-то? Или какие-то претензии есть к нашим специалистам? Очереди не было, познавая по назначению времени, не подошел. Кроме того, проверяющие осмотрели информационные стенды, на которых размещена актуальная информация о режиме работы отдела, разъяснение порядка предоставления государственных услуг и требований к оформлению необходимых документов с приложением бланков образцов заполнения, а также контакты для оказания помощи гражданам. В завершении проверки Олег Яковлев отметил профессионализм сотрудников отдела по вопросу миграции, обратил внимание на корректное и вежливое обращение с гражданами. Добавлю, что сегодня в отделе по вопросу миграции окружной полиции и свою службу несут 32 сотрудника. Мы предоставляем 21 государственную услугу. Это именно занимаемся внутренними паспортами, паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации регистрация граждан Российской Федерации. Дальше у нас идет миграционный учет иностранных граждан, выдача патентов для осуществления трудовой деятельности, разрешения на временное проживание, видов на жительство. Также мы реализуем государственную программу по переселению соотечественников в Ненинский автономный округ. Это основное. Ну и, конечно, контрольно-отзорные функции иностранцев выявляем, которые незаконно находятся на территории округа. Чествование сотрудников регионального отдела по вопросу миграции состоялось сегодня в здании окружной полиции. Сотрудники были отмечены заслуженными наградами. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Спортсмену-лыжнику из Ненинского округа присвоено звание «Мастер спорта России». Сегодня в торжественной обстановке документы, подтверждающие это высокое спортивное достижение, вручили Ивану Деткову. Серьез лыжным спортом теперь уже «Мастер спорта России» из Ненинского округа начал заниматься около 13 лет назад. Упорные тренировки Иван Детков занимается на базе спортивной школы труд проходят по нескольку раз в день. Именно они позволили лыжнику принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам, который проходил в городе Манчегорске. На 70-километровой дистанции Ивану удалось войти в число 40 лидеров и получить звание лучшего спортсмена. После окончания школы Иван поступил заочно в Смоленскую академию физической культуры и туризма. В Нарьинмаре 15 сентября изменятся маршруты движения муниципальных автобусов. В этот день в городе пройдут мероприятия, посвященные празднованию 90-летнего юбилея Ненинского автономного округа и профессионального праздника работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Как сообщили в пресс-службе мэрии Нарьинмара, 15 сентября в связи с ограничением движения автотранспорта по улице имени Ваучейского изменится маршрут общественного транспорта. С 10 до 16 часов и вечером с 18.30 до 20 часов движение автобусов по маршрутам номер 411, 2, 4, 6 и 7 при движении в сторону конечной остановки «Морской порт» и обратно будет осуществляться по улице Первомайская заездом на площадь Ленина. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямогучи».